Ну что ж, всем привет, ребят, давайте наберём 400 лайков и новое выйдет сразу же видео. Начнём с того, что я всё-таки прокачал каратэ, довольно было сложно, съездили ещё за тренером. Опять же, Мара продолжает мне сливать бои, у него такой же скилл, как у меня, то есть вот этот уже кикбоксинг, я так понимаю. И сейчас я его вкачиваю, всё же стараюсь его по-быстренькому вкачать, чтобы было очень хорошо. Так, напишем Маре то, что уже снимаю, всё дело, но всё-таки чувак мне помогает, при том у него последний скилл тоже боёв, и за это ему, конечно же, большое-большое спасибо. Надеюсь то, что все эти скиллы у меня останутся, я буду драться, наверное, только третьим скиллом, потому что третий скилл самый мощный из скиллов. То есть там даже, я не знаю, представить нельзя, что мощнее, но это очень круто. Кстати, самое интересное, то что народу пришло довольно-таки много, то есть сколько вот, ну у нас шестеро, да, то есть плюс тренер, семь человек. Это неплохо. Так, в первой серии я есть, да. В первой серии, братан, ты есть, конечно же. И в первой серии, и во второй серии ты есть. Довольно, кстати, скучное занятие вот так просто сидеть и качать вот этот вот скилл. Поединок уже более, не знаю, весёлый, а вот так просто наблюдать, как я качаю, бью что-то, да, бью вот эту непонятную грушу, которая вообще в воздухе висит, непонятно на чём. Ну тут ладно, это ещё отмазались, а вот внутри она абсолютно пустая, но от этого уже не отмажется никто. Может тут правда зеркальное что-нибудь, я не знаю, что можно было бы придумать, но что поделать. Меня Мара всё же спрашивает, когда выложишь, но я пока не буду отвечать, я пока просто буду качать скилл. Чем быстрее я его прокачаю, тем быстрее я выйду на ринг и прокачать, сейчас я планирую вообще все скиллы абсолютно. Так, ок, я в притон сгоняю, приду, ок. Ну давай, беги, беги в притончик. Наркотиков у парня нету, но я пока за это время прокачаю этот скилл. Надеюсь то, что он всё-таки успеет приехать, а иначе мне придётся драться с ребятами вот с этими, они мне бои никак уж сливать не будут. Как Мара, например, да, то есть это будет довольно-таки печально. Но, кстати, довольно быстро качается третий скилл, то есть ты просто стоишь на месте, бьёшь, бьёшь, бьёшь и хоп, уже изи. То есть это очень круто, на самом деле третий скилл он, чем силён. Когда ты бьёшь с ноги, зажимаешь чувака, он просто нагибается, так сказать, раком, и ты бьёшь его с колена по дыхалке, после этого ещё как-то добиваешься, так понимаю, локтём по спине или же, я не знаю, по темечку бьёшь, и у него кучу жизней просто сбавляется. На самом деле, даже если в жизни сзади головы есть одно интересное место, если туда с локтя ударить хорошенько, то человек просто может умереть. Ну, тут то же самое, то есть здесь он потом бьёт, удар, и всё, чувак готов, так сказать. Поэтому я говорю, в предыдущей серии я говорил, если у вас меньше половины хп, и вы нарвались на такой скилл, и ваш персонаж стал раком, и бьёт, бьёт, бьёт вас, то всё, пиши пропало. Вас просто убьют, и ничего вам не поможет, к сожалению. Хотя, может, что-то да поможет, но, опять же, не факт. Мне кажется, я всё же быстрее прокачаю скилл, чем этот чувак съездить до притона. Машина у него феникс, поэтому я, наверное, там два поединка ещё успею сыграть без него, а конкретно два боя. Сначала же я без него был, потом он пришёл, начал мне сливать бои. И да, кстати, ребят, вот я не проигрывал практически ни одного боя. Ещё я оплатил штраф ментам полторы тысячи, и у меня сейчас 20 тысяч 168 вирт. То есть это неплохая прибыль. Поэтому я и говорю, если вы так будете выигрывать постоянно, это будет очень круто. И мне, кстати, пришла в голову идея сделать мероприятие, а именно собрать всех вас, ну, или хотя бы небольшую вашу часть, те, кто регулярно посещают группу ВКонтакте мою, и просто сделать турнир, в котором приз будет 100-200 тысяч вирт. То есть кто меня побеждает, тому я 100 тысяч отдаю. Или же наберём бойцов, например. Тех, которые смогут биться и в конечном итоге победить. То есть тот боец, который побеждает, он получает деньги. Я буду сидеть либо как судья в этом деле, либо же как боец. То есть, так сказать, типа вообще босс ринга и так далее. Но опять же здесь всё решает рандом. Так, новой груши. Слушай, какие груши, ты чё, я, ну пошёл отсюда. Какие груши, какие деньги, я вообще бандит, вы чё. Я тебя сейчас тут закопаю где-нибудь в лесу, и никаких груш ты не найдёшь. Ну, чувак явно, конечно, не блещет умом, потому что у него довольно-таки странные ошибки. Но, вай, как-то, ну, это странно довольно-таки. Ладно, бывают ошибки просто у людей, да, то есть, ну ладно, ну ошибся, с кем не бывает. То есть, ну, бывает, там, пару-тройку ошибок сделал, хорошо в тексте. Ладно. Но на таких банальных словах делать ошибки, это довольно-таки интересно. Ладно. В принципе, не важно, не будем говорить об ошибках человека. Во-первых, на ошибках учится, хотя даже на таких. И самый интерес в том, то, что это не показывает его интеллект. То есть, насколько... Ну, так, нет, на самом деле не так сказано. Я думаю, многие понимают то, что этот человек может всё равно быть адекватным, так сказать. Вот. То есть, он может быть адекватен, но иногда писать с ошибками. Может быть нормальным чуваком, другом, там, я не знаю, парнем, девушке своей, да, то есть, но писать с ошибками. А может нормально писать, но быть ушлёпком. Как вот, например, Мартин какой-то там. Вроде как был Мартин, да, который там чью-то мамашу, как говорится. Ну, вы, думаю, в предыдущей серии видели, что там было. И потом пошёл этот Мартин нахер. Ну, ладно, бывает. За тот период, пока я прокачивал этот скилл, этого каратиста, так сказать, да, я успел уже даже покушать за это время. Потому что, блин, ну я просто уже качал, 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 качал. И думаю, блин, а почему бы не поесть? Вот. Взял котлетку, всё, все дела, покушал немножко. Сейчас прокачаю этот скилл, завершу видео. И опять же продолжу доедать. Потому что кушать хочется. Кто сейчас кушает на видео, приятного аппетита, ребят. Так. Кушать хочется, а всё-таки возможности пока что кушать нет. Ладно бы был стрим. На стриме там микрофон вырубил, ты спокойно поел, подождали ребята, и потом ты спокойно пришёл. Вон, кстати, какой-то странный честный бой, походу. Чувак, он бегает, там, я не знаю. Ему полхп сбили, и он бегает. Но всё равно выиграет тот, а не этот. Просто сейчас время закончится, там бой одна минута. Одна минута заканчивается, и всё, хана. Так, Мара, Мара, Мара. Иц, иц, иц. Мара. Мара, Мара, Мара. Ты где? В зале. В этом же я зале сейчас нахожусь. Чё-то какой-то странный тренер попадается. В зале, блин, я. Где мне ещё быть? В спортивном зале. Вот тут обитаю, чё-то делаю. О, тако. Прокачал скиллы, что ли, все, или что? На покупку, блин. Ну, если будешь хорошим чуваком, то я тебе деньги дам, в принципе, на покупку новой игрушки. Чё, он прокачал все скиллы? Твою машинку угнали. Да, мне похер. Го на ринг. Давай на ринг, братан. Забей на эти машинки. Фиг-то. Так. У меня немного даже начинают уже подлагивать, в принципе. Ё-моё. Так, были небольшие такие лаги. А кипт-фихт. Начните бой. Начните бой, господа. Ну, давай, давай, бой, начинай. Во. Сейчас мне Мара сольёт парочку боёв. Потом мне ещё нужно будет прокачать вот эти вот 10 поединков, чтобы научиться захватывать, ну, делать захват, потому что я сейчас могу только вот так вот бить, а захвата я не умею делать. Я так понимаю. Или просто закрепить результат. Не знаю, для чего там это нужно. Сейчас сольют, думаю, 10 боёв мне, и всё будет замечательно. Вот, кстати, вот они, эти лаги. Итак, ребят, получилось так, то, что тренер наш убежал. На этом я вынужден закончить. Ещё плюс жуткие лаги. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»